всем большой привет дорогие мои зрители давно у нас не было я не знаю каких-то болтологических видео не самый лучший период наверное в моей жизни а может быть самый кто его знает много вода утекло и честно говоря я не помню снимала ли я такое видео или нет прям вообще не помню но когда я была в Владивостоке я купила себе планшет я купила себе планшет так вот он выглядит это мой второй планшет это модель бамбу вакуум ван да ван бай вакуум вот так выглядит внутри и я расскажу на самом деле свое мнение свой отзыв и плюс и минус и в сравнении до этого у меня был xp pen здесь очень маленькая как бы практически ничего нет в комплектации это само перо здесь лежал кабель и инструкция и сам планшет в комплекте я даже не помню были ли какие-то драйвера или нет ну наверное были по идее они должны быть но планшет считывается просто windows и не требуется никаких дополнительных установок но если вы хотите для нажатия пера то да надо скачать какие-то драйвера честно говоря которые до сих пор не скачала нигде их не нашла не заморочилась на эту тему но расскажу свой отзыв вообще полезно не полезно стоил он около 100 долларов и купила ли бы я его сейчас и так далее обо всем об этом в этом видео не переключайтесь если вам конечно же это вообще интересно и актуально итак хорошо ли иметь планшет и я наверное такой человек знаете такой странной спецификой у меня это со многими приборами со многими вещами я начинаю ими пользоваться наверное через полгода вот так активно да то есть когда я только покупаю какую-то вещь как правило она у меня лежит отлеживается и не знаю есть такой феномен с книгами вот я знаю у многих у меня в том числе книга должна как-то отлежаться где-то в архиве и потом начинается ее читать буквально там за неделю вот за неделю это я такими темпами читаю поэтому да когда-то читает за сутки с планшетом у меня произошел точно такой же феномен да то есть она у меня с лета прошлого года и только сейчас я начала им активно пользоваться и я заметила на самом деле разницу по сравнению с экспи пен очень быстро да то есть в сравнении с экспи пен почему-то я не знаю почему но вакуум действительно более точно реагирует на нажатие само перо как-то больше считывается то есть я не скажу что я такой мега художник да и ни в коем случае не хочу сказать что экспи пен плохие планшета и то и то хорошее но для допустим для дилетанта для такого как я да который рисует рук рукой да как пятилетний ребенок примерно мне проще на вот этом то есть как-то учитывая все мои недостатки до рисования он как-то сглаживает их и даже учитывая мой уровень да я могу на нем изобразить то что мне в принципе понравится в этом видео мы я также вам просто покажу да то есть как я рисую я всегда рисую в каком-то ну практически всегда да рисую в каком-то плагине то есть либо ли какая-то мандала да то есть зеркальное отображение либо это ну зеркальное отображение если я рисую какое-то симметричное лицо мне так проще то есть я быстрее вижу картинку и но у меня еще не хватает визуализации в голове чтобы свизуализировать все более масштабно вот в общем в любом случае купила бы ли я его сейчас да если бы у меня была такая возможность выбора сейчас честно говоря я не знаю да и это такой вопрос до который наверное он очень индивидуальный я точно не жалею потому что картинки которые я рисую им рукой бы я честно говоря бы точно поленилась рисовать мне бы это было лень нудно долго и так далее на планшете это все гораздо быстрее то есть даже того же кришну когда мы с вами рисовали я с фотографией обводила его на планшете и это было очень быстро то есть на планшете я его обвела буквально там за пять минут не знаю а если бы это делать рукой это просто дольше дольше и соответственно откладываешь завтра 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 на потом ну и так далее вот что касается различных мандал да или просто контурной графики конечно на планшете это делать гораздо приятнее а то есть это не просто быстрее это реально приятней особенно когда привыкаешь к самому планшета когда уже принимая привыкаешь как-то к рисованию уже есть какая-то в голове идея что ты будешь рисовать это конечно же большой плюс и на самом деле я очень рада что я купила такого размера у меня примерно сколько это опять 10 10 дюймов у меня по-моему там был еще меньше размер дюймов 7 наверное или 6 ну поменьше в общем рабочая область и я очень рада что я взяла такой то есть мне кажется это действительно оптимальный размер это удобно это это реально удобно да у меня меньше не было но сейчас я понимаю что ну больше я не знаю больше я тоже не пробовала но вот 10 дюймов рабочая область это действительно оптимально и еще мне нравится что у этого планшета получается весь планшет это вся рабочая область то есть у экспипена было еще сбоку панель и по моему с другого букву панель то есть у него рабочая область была 10 и еще по бокам у него было место то есть в общей сложности и его размер был с А400 и это занимало место на рабочем столе этот планшет у него только рабочая область нет никаких дополнительных кнопок, вообще ничего нет на ручке с две дополнительные кнопки которые можно настроить, там, шаг назад, шаг удалить, ну и так далее. Я, честно говоря, не настраиваю, я пользуюсь на клавиатуре, но при желании можно это сделать. Вот, но я считаю это большой плюс, что у него, он не занимает дополнительного места на рабочем столе. У XP-Pen, я еще помню, была подставка под карандаш, какие-то дополнительные примочки. Это было, конечно, очень круто, у этого ничего такого нету. По-моему, у него даже запасных грифелей нету, либо я их потеряла. То есть, скажем так, как это, не композиция, а комплектация. Комплектация у него попроще, но он выигрывает своими, наверное, техническими характеристиками. Вот, в общем, так или иначе, я довольна. И у меня сейчас, как бы, такие мысли больше рисовать именно контурные графики, учитывая, что, ну, мне вообще ничего сейчас не хочется, у меня какой-то застой, знаете, я уже не верю в свои силы, уже не верю, что когда-либо это вообще закончится. Я, ну, то есть, учитывая то, что я последний там год вообще не работала, да, сейчас я, грубо говоря, возвращаюсь, и мне очень вот это, знаете, снова тяжело поверить в себя, что у тебя получится, там, ты сможешь, уже, знаете, смотришь на эти шикарные картинки других авторов и думаешь, господи, ну, я точно так никогда не смогу. В общем, у меня пошатнулась вера в себя, вера в то, что я вообще это смогу. Я до сих пор в шоке, как я вообще до сих пор на этом зарабатываю. Кстати, да, это удивительно вообще, удивительный факт, но стоки приносят деньги, даже если практически вообще не работать. Конечно, это в два раза меньше, чем у меня было раньше, но, тем не менее, поэтому, кто спорит или кто думает, до сих пор надо, стоки не надо, хорошо это или плохо, честно говоря, я не знаю другой такой работы, где вот так вот, да, можно уйти в такой затяжной отпуск. Вот, но, конечно же, другая сторона медали, что надо развиваться, надо, как бы, ну, не стоять на месте, да, то есть, если нет сил рисовать сложные картинки, там, объемные, да, хотя бы контурную графику, да, вот просто что-то для души, все равно надо, но это в любом месте так, в любой профессии так. Как это Моцарт говорил, если я не занимаюсь один день, там, это вижу я, если я не занимаюсь два дня, это видят мои знакомые, если я не занимаюсь три дня, это видят все. Вот, то есть в дизайне такая же история, в любой творческой профессии такая же, да не только в творческой, ну, любую профессию можно сделать творческой, да, это везде так, да, если мы не занимаемся, нам очень тяжело потом возвращаться. Вот и все, что я вам хотела показать, рассказать, пишите свои отзывы, пишите, каким планшетом пользуетесь вы. Одно время это у меня был вообще самый наипопулярнейший вопрос, который мне писали в личку. Юля, каким планшетом пользоваться, надо ли вообще планшет? Вот, я рассказала свой отзыв, у меня за мою историю второй планшет. И это, если учитывать, 90% своего портфолио я нарисовала просто мышкой. И все мои самые-самые продаваемые работы нарисованы простой мышкой, причем на простом, самом простом ноутбуке, то есть меня тоже спрашивают, какой компьютер купить, какие характеристики, какие техники, ну, мысли по техническому, обеспечению, не знаю, по параметрам. Да, то есть это на самом деле не важно, есть у вас планшет или нет, важно просто ваше желание, настрой, вдохновение, рвение, да, как ни крути, вот этот вот запал, он, конечно, компенсирует все технические недостатки, которые могут быть. Вот, ну, а если вы все-таки настроены, да, нарисовательным планшетом, или вы умеете рисовать рукой, то вот мой опыт, что все-таки вакуум, да, ну, вакуум их вообще рекламируют, да, это, то есть это не то, что я вот так сделала вывод, их просто рекламируют, и он у меня уже сколько получается? Ну, с лета он еще ни разу не дал какого-то сбоя, то есть я его транспортирую, носила в рюкзаке, то есть подключаю к разным компьютерам, отлично считывает, никогда у меня не было с ним никаких проблем, с чувствительностью, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, потому что прошлый мой планшет накрылся именно чувствительностью, он вообще просто жил своей жизнью, и со мной он не контактировал абсолютно. И этот планшет, слава богу, делает то, что я от него хочу, да, и делает это хорошо. Все, спасибо всем за внимание, и до встречи в следующем видео. Пишите в комментариях, обязательно, как у вас дела, как у вас настроение. Пользуясь случаем, все-таки хочу еще раз сказать, что у меня есть сегодня второй канал, называется «Чистый город», где я просто занимаюсь какой-то волонтерской деятельностью по уборке территории. Внизу будет ссылка, всем, кому интересно, проходите. Все, всем пока!